Шрифимат Бхактидан Таван Агасай Махарадж, Бразилия, 23 января 2019 года, утренняя прогулка. У кого есть вопросы? У меня есть сомнения. Какие? Вы говорили, что Матхура, там настроение Айшварии. И вот я думаю, почему что Даширо Нарай Агасай Махарадж жил там? Он же в настроении Матхури. О, ты не понимаешь. Пребывают лишь внешние. Надо смотреть на то, что внутри происходит. Например, Саим Махарадж находился в Нью-Йорке, но говорил, что я пребываю во Вриндаване. То есть человек пребывает там, где пребывает твое сердце. Неважно, где вы находитесь физически. Важно, насколько ваше сознание и сердце погружены во Вриндаване. Некоторые живут во Вриндаване. Но сердцем они находятся в Мае. Физически они во Вриндаване. Но их сознание всегда в Мае. Как пребывать во Вриндаване в своем сознании? Тело – это грубая материя, а ум – тонкая. А атма – еще более тонкая понятия. Поэтому всегда пребывайте во Вриндаване в своем сознании. Неважно, где вы находитесь физически. Что важно – это насколько ваш ум погружен. И во что погружен. Маленькие насекомые какие-то тут ползают. Поняли? Вот что важно. То, где вы пребываете в своем сознании. В аксиданте Прабхупаде жил в Дварак Кокури. Прагьяна Кешва Гаса Махарачи. А также часто приезжал в Двараку. Ну, что это означает? Неважно, где пребываешь физически. Важно, насколько ты находишься во Вриндаване в своем уме. Кришна всегда пребывает во Вриндаване. Даже когда Он в Матхури, Его ум находится во Вриндаване. Когда Кришна в Даракапури, Его сознание также находится во Вриндаване. Я много раз рассказываю Нава Вриндаване Коку. Как Логамайя устроила Нава Вриндаван. Рукмини и Сатьябхамы были очень разгневаны. Кришна сказал, Комары что ли там? Кришна сказал Сатьябхаме, На самом деле, Я не пребываю в Даракапури. Я всегда нахожусь во Вриндаване. Я ощущаю разлуку с Враджаваси. Поэтому, даже если вы в Бразилии, своим сознанием, будьте во Вриндаване. Неважно, в Мадхури вы находитесь, или еще где-то физически. Важно, где находится ваше сознание. Абава-садаки, то есть те, кто погружены в строение, созерцами, когда они попадают во Вриндаван, все стимулы возникают у них сами собой. Попадая на Радакунду, к ним приходят стимулы, связанные с Радакундой. Глубокие Удипаны, Бава Удипаны. Некоторые преданные спрашивали Саи Махараджа, Можно ли жить на Радакунде? Он сказал, Нет, вы не квалифицированы жить там. Если вы будете жить на Радакунде, на Радакунде, то потом вы станете жить на Наракакунде, потому что вы не можете понять проявление Радхарами, как она проявилась в этой форме Радакунды. К вам придет настроение наслаждения, если вы будете находиться на Радакунде, и вы отправитесь в ад. Вот тебя Натасвай Махараджа так сказал. Наши Госвами иногда пребывают на Радакунде, иногда во Вриндаване, Матхури, Саматмагасампад, например, жил иногда в Матхури, иногда в Гакуле, но большую часть времени он провел во Вриндаване. Когда Агасами отправлялись во Вриндаван, к ним приходили стимулы. Понимаете? Баба-садаки, глядя на гору, думают, что это Гирирадж Гавардхан. И к ним приходят все лилы, связанные с Гавардханом. Если они видят реку, то они полагают, что это Ямуна. И они вправляются все лилы Ямуны, связанные с Ямуной. Говина передает, он спросил, почему Шонарай на Махарадж прошел почти всю жизнь в 40 лет в иноматуре. Но как это? Потому что он всегда в Вриндаване. Если он должен быть в Вриндаване, то как он прошел в иноматуре? Это не так. Это в Вриндаване. Это в Вриндаване. А и ответственность на самом деле, это, в конце концов, что, в конце концов, можно быть в любом месте, но в интернете, если он должен быть в иноматуре, то есть ревридж и в вред. С Наши Гавардханом с Гавардханом. Например, Санатана Гавардханом, с Вами в Вриндаване, с Вами в Время, в Вримдаване, Но, даже если он был в сад, она была всегда высокой и вембрад. Или, например, в Силасу Майараде. И он сказал, что вы в Силасу Майараде. А в Силасу Майараде говорил, что я всегда в Миндавра, я не в Миндавра. И он в Левоте тоже вопрос, что он может быть на Урадакунда? И он сказал, что не, потому что вы не понимаете, что Урадакунда а из формы урадакунда, которая измерает в стиматератик, Продолжение следует... Продолжение следует... Сатьябхама и Рукмени очень разгневались, и Кришна вернулся, очень посерьезнил и стал отчитывать Сатьябхаму. Сатьябхам, это новая Вриндавана Котха. Продолжение следует... 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 Бхатисиданта Сарасвати Прабхупада сказал, кто истинный Враджаваси? Рупа Санатана. Они истинные Враджаваси. Те, кто совершают баджану садхану в том же настроении и следуя поступам Враджаваси, Рупы Санатаны, то они являются истинными Враджаваси. Рупы Санатаны истинные Враджаваси истинные Враджаваси истинные Враджаваси. Рупы Санатаны истинные Враджаваси истинные Враджаваси. Врадж – это настроение Рупы Госвами, Рупы Манжари. Такое настроение – это истинное пребывание в Враджаваси. Рупы Санатаны истинные Враджаваси. Рупы Санатаны истинные Враджаваси истинные Враджаваси. Шаргасами аж таки говорится. Наши шесть Касвами, они жили во Врадже, но как? Плакали, о Раде, где ты, о Кришна? Где ты? О Налите, Найта Дэби, Нанда Ишоды, О Нанда Махарадж. Они отправлялись к Гираж Гвардхану и плакали там, потому что не было никакой лилы. Гираж Гвардхан был там, Емуна была там, но лила не проявлялась, поэтому они плакали. Они на взрыве плакали. Повторяя имена Радхи, Кришна, Налита, Вишаки. Это называется истинной Враджаваси. Вы редко найдете таких. Люди говорят, я живу во Врадже, я живу во Вриндаване. Но это только внешнее. Внутренний Враджаваси. Это тот, кто испытывает такую разлуку и плачет день и ночь, подобно Рупи и Санатане. Говорится, что они день и ночь плакали, желая погрузиться в настроение разлуки. Это и есть истинная Враджаваси. Это тоже объясняют, что могут выяснять ее во Враджаваси. Они бывали в ночной ними, она отдыхая, ПОДПИШИСЬ! ó ora, ó Krishna Então hoje em dia você encontrar alguém absurdo realmente... Nesse humor de separação Buscando purada e Krishna Absurdo nesses humores Isso é muito raro E se isso é um verdadeiro vradivvasse quem está realmente absurdo Nesse humor de separação Chorando dia e noite Assim buscando purada e Krishna Nessa lamentação Então esse é um verdadeiro vradivvasse E isso é muito raro hoje em dia E... As pessoas externamente dizem Ah Ellie sou um vradivvasse Eu louvo 全ик Памятуйте в Раджи Катху, совершайте баджан садан. Рупага Саимпад также объясняет, какая-то шлука. Садхака Рупе и Сиддха Рупе. Садхака Рупе, можете пребывать там, но в Сиддха Рупе вы должны всегда пребывать во Враджи. Раджа Бхава Липсуна означает желание, жажда. Каково ваше желание? Как получить настроение в Раджаваси? Даса Сакхи Вацали Матхурия. Например, Даса Бхави Враджаваси. Сакхи Бхави Сабхала Швидама Вацалита Манда Яшода Матхурия Раса. Это Раджа Гопи. Итак, всегда помните это настроение. То, какую естественную любовь имеют Раджаваси к Кришне. Они называются Рагатмика Джаны. У них глубокая естественная привязанность к Кришне в их сердцах. Поэтому они называются Рага Атмика. Они вечные спутники Кришны. Джива Таттва и Парикара Таттва – это разные вещи. Парикара Таттва проявляется из Кришна Сварупа Шакти. И в них, естественно, лечение Кришны. Поэтому Бхави Сабхалита Матхурия Раджаваси Зовутся Рагатмика Джаны. У них есть две особенности в сердце. Первое – у них естественное любовное лечение к Кришне. И ничего другого. 24 часа они созерцают Кришну. А второе – Авеша. Рагатмика Джаны – это вечные спутники Кришны, Нития Парикара. У них есть два признака. Они погружены в Кришну в своей собственной расе. Например, Шисубал Чиридам. Они погружены в Кришну в Сакья Бхави. Нанда и Яшода, они видят Кришну как своего сына и этого отца Лебава. Гопи видят Кришну как своего возлюбленного. 24 часа в сутки они думают об этом. Парам Авешта – это второй признак. Авишта – это означает поглощенность. Как, например, материалисты всегда поглощены материальными вещами. Такой пример. Один бизнесмен был так сильно поглощен своим бизнесом. Он торговал золотом. Его магазин никогда не закрывался. Даже ночью работал. Видели когда-нибудь круглосуточный магазин? Ни один доллар не уйдет в другое место. Потому что есть такие магазины, которые работают и днем, и ночью. Они думают, владельцы таких магазинов думают, если я закрою на ночь, то как я буду зарабатывать? Поэтому они пишут. Магазин работает круглосуточно. Большинство магазинов закрывается к полуночи. Ну, или даже вечером. Часов в шесть вечера. Но на некоторых магазинах написано круглосуточные и также без выходных, семь дней в неделю. Есть магазины, которые закрываются ночью, а есть магазины, которые не работают в воскресенье. Но есть магазины, которые работают постоянно, 24 часа в сутки, целую неделю. Это значит, их владельцы не хотят, чтобы ни одна копеечка не ушла куда-то в другое место. И этот продавец золота, у него была такая особенность. Он постоянно сидел в своем магазине. Ел ли он, спал ли? Он все это делал в магазине. Потому что он был очень сильно поглощен заработком, обогащением. Однажды он очень сильно заболел и сильно затемпературил. Его сын сказал, «Отец, иди, ляжь, отдохни!» Но отец сказал, «Нет, я не пойду». Все еще тело не могло выдерживать высокой температуры. Сколько это по Фаренгейту? 42 по Цельсию, это вообще потолок. После 42 уже умирают. Но его тело, оно горело. И доктор пришел. Его сын привел доктора. И этот доктор осмотрел больного и сказал, «О, как высоко, 42, наверное». 42 градуса Цельсия. И он сказал, «42». А тот слушал и подумал, «42 – это цена золота на рынке. Я купил его за 40, а сейчас 42? Продавайте, продавайте». И он оставил тело. Понимаете? Доктор говорил про температуру, называя цифры 42. Но этот человек думал, «Я купил золото за 40». Он сказал, «Я купил за 40, а сейчас цена возросла до 42. Скорее продавайте золото». И так оставил тело. Таким образом. Как же этот бизнесмен был погружен в материальные вещи? Точно так же в Раджаваси. Такой же процесс. У них 24 часа мысли о Кришне. Они никогда не забывают его. В наших шастрах говорится, всегда помните Кришну, никогда не забывайте. В Раджаваси никогда, ни секунду не забывают о Кришне. 24 часа они напевают. ГОВИНДА ДАМО ДАРМА ДАВЕТИ ГОВИНДА ДАМО ДАРМА ДАВЕТИ Потому что Раджаваси – это вечные спутники Кришны. Кришна – они те парикары. Они являются проявлением Сварупа-шакти, внутренней энергии Кришны. Поэтому их сердце и сознание всегда погружены в Кришну. Чтобы не было, мы должны делать эту практику спириту, но пытаться получить окупирование в Кришне. Какие они? Какие они? У них есть в Кришне? У них есть в Кришне, поэтому они должны быть желать. Но кто действительно в Кришне? Радхатникджана – это основные кришне, потому что они, конечно, ухаживаются члены, а укропающие в помощи creation. И есть зависит от того, что есть ровно-русста, между литерами и где-то Фамилия, и один-дивом. И все это значит, что в организме, сейчас обувь кичсинам, это опасное для Крисна, как этот момент у крисса объясняет, этоbsа, что это объясняет, как это описание. И это описание, это понимание, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...